— Кстати, вот хотел я в самом начале передачи, Вячеслав, поздравить вас с Уренгой Помары Ужгород, всех вас, друзья, в Чувашии, тем более я очень долго говорил, я хотел бы, чтобы Вячеслав высказал свои мысли по этому поводу. — Ну, что, ну, Уренгой Помары Ужгород — это такой знаковый газопровод, то есть я имею в виду, что, наверное, вот он даже еще круче, чем сила Севири с точки зрения путинского величия, да, хотя Путин к этому не имеет никакого отношения, построен был он каким образом, помните, была программа газ трубы, то есть немцы дали трубы, за которые расплачивались газом, как только расплатились, то сразу началась приватизация, и Газпром начал работать сначала на ельцинских олигархов, теперь на путинских и так далее. Ну, вот случился некий водобум, да, и в Чувашии он взорвался, да, сейчас, причем сейчас 20 декабря, день чекиста, Путин приехал к ФСБшникам, рассказывал, как противодействовать диверсиям, и тут раз, наносят бумажечку, да, он все на бумажку накладывает. Вон, газопровод-то взорвали, Уренгой, Помар и Ужгород, да, это к вопросу по поводу тех, кто очень смеялся и говорил, что они там сами по себе взрываются, эти газопроводы, я напоминаю, Бухарский газопровод взорван, Уренгой, Помар и Ужгород взорван, взорвана в Уренгое, значит, система труб взорвана в самом Уренгое, да, ну, тогда не смогли перекинуть. В Ленинградской области мощный газопровод взорван, ну, и так далее, то есть, это газопроводы, которые огромного сечения, вот эти 140-ая труба, то есть, это путинское богатство, это богатство у него вытекает сквозь пальцы, а сделать он ни хера не может, представляешь, как он обосрался, вот этот контрразведчик, который там из себя такого Джеймса Бонда демонстрирует, да, такого, я не знаю, Артузова просто, Артузов, Ян Бердин, блять, в одном флаконе, и тут вдруг так обосраться, представляешь, газопроводы взрываются, он сделать ничего не может. Помните, перед пятым, одиннадцатым я говорил, что у нас нет никаких проблем, мы можем Путина поставить в один день на колени, если подорвем газопроводы. Тогда мы не приняли такого решения, если вы помните, решили, что, ну, это бессмысленно, потому что люди не поддержали. Сейчас идет война, поэтому это не бессмысленно, и Вова не может этому противодействовать, просто не может никак. Вот все наши операции, Примус, там, Прометей, да, и прочее, здесь Вова не может противодействовать. Вот он, блять, расшибется в лепешку, еще раз говорю просто, что если вы что-то делаете, никому об этом не рассказывайте, делайте это сами, и потом мы сочтемся, да, чтобы никто об этом не знал, ни в коем случае ни с кем не советуетесь, уж точно не берите ни у кого деньги в интернете, там, что это скажут, это украинские спецслужбы, давайте мы заплатим за провод, ни в коем случае, это ФСБшники. Если вы делаете, делайте это с чувством долга, того, что мы спасаем Россию. По поводу, ты сказал, по поводу вот этого никчемы путли, работок снова этого урода, который сидит в Кремле, и которого, конечно же, вооруженные силы Украины вместе со здоровыми силами народа в России обязаны просто задавить, чтобы ничего не повторилось, задавить и дать всем урок на будущее. Тут, конечно же, контрастирует то, что мы увидели сегодня в Бахмуте. Я хотел бы и на этом также остановиться. Мы, друзья, с вами видели в Бахмуте Зеленского. Бахмут – это город-герой, это крепость, там сейчас идут самые ожесточенные бои, пожалуй, может быть, только со времен штурма Азовстали, а то и похлеще, наверное, судей из тех кадров, которые мы наблюдаем и выкладываем в телеграм-каналах. Это, безусловно, страшное место, это ад на земле, и туда сегодня приехал... Это, безусловно, говорит о многом. Мы с вами понимаем, что по сравнению с этим слезняком из кремлевского бункера, который там где-то в киностудии памятники открывает и ордена вручает, мы понимаем, что поступок абсолютно достойный Зеленского. Это было сделано именно в 300 дней, и это, безусловно, вызывает уважение. Я считаю, что даже взрыв Поканов сегодня, я читал эти комментарии, произошел на ватных Зет-каналах. Люди, кто теперь Альфа-Самец, пишут, а как же так, а почему, где Вагнер был в это время, почему Зеленского не уничтожили, почему, собственно, Путин не приезжает в Донбасс, как они говорят, почему, собственно, он нас не поддерживает. В общем, это, конечно же, было сегодня эпично. Вячеслав, твое мнение, как ты думаешь, когда Зеленский приедет, а, в Донецк, таким же образом, конечно, в окружении воинов ВСУ и своих соратников, и, б, конечно же, в Москву, потому что я считаю, что без этого не обойтись. Ну, понятно, что в Донецк приедет очень скоро, когда оттуда вышвырнул всех путинских в Крым, я думаю, что, ну, Зеленский и сам сказал про Крым, что что делать зимой в Крыму, да, летом приеду. Так что это намерение его вполне реальное. Конечно, Запад, я думаю, будет препятствовать этому, но я думаю, что уже ничего сделать не смогут. То есть, как только линия сприкосновения и фронт пройдет по границе Крыма, я думаю, Украина перейдет эту черту мгновенно, тем более, что для украинцев это не черта, ты понимаешь, да, то есть, это территория Украины, поэтому вопросов не будет. Это для Запада определенная черта. Но я думаю, как только это технически случится, уже нечего будет переживать. А вот по поводу Москвы, я думаю, Зеленский приедет туда, когда, естественно, власть в России поменяется, и понятно, что не на путинских преемников. Поэтому, я думаю, это будет очень хороший сигнал всем, хороший знак, что война прекращается. Мы понимаем, что, как говорил Суворов, да, что война закончена тогда, когда похоронен последний солдат. Почему-то эти придурки, всякие поисковики решили, что похоронен вот тот, который там в землянке засыпал или в окопе. Он и так похоронен, он умер. Имелось в виду похоронен, когда умер последний солдат. И это имел в виду Суворов. Потому что война проходит в головах. Вот сейчас сколько будет вестись эта война. И наша задача эту войну, ну, потушить этот пожар. Наша задача, понятно, что он будет тлеть. Понятно, пока живы люди, которые воевали на фронтах, там это будет ужасно, это будет что-то страшное. Но я думаю, в наших силах как-то это погасить. И вот приезд Зеленского в Москву, да, и в Кремль на Красную площадь и так далее. Это будет очень хороший знак. Очень хороший знак того, что война все-таки прекратилась. Может быть, не до конца. Может быть, она идет в головах, но уже физически ее мы не ощущаем. Вячеслав, ты сказал слово, что пересекут черту, имея в виду Крым, так и так далее. И вторую черту, что Запад не хотел бы, чтобы ее пересекать, потому что там вроде бы как граница, а там вроде бы как по международному сообществу границы нет. Но здесь я хотел бы дать небольшую поправку своего мнения. Я, впрочем, согласен с предыдущими поколениями людей, населявших Землю. Я считаю, что когда идет настоящая война, сейчас идет настоящая полномасштабная кондициональная война, только что ядерное оружие не применяется, города стираются с лица земли, уничтожаются тысячи, тысячи и сотни тысяч людей, просто уничтожаются, а миллионы людей лишаются своих жилищ, то я считаю, что в этих условиях, когда такие ужасы происходят, впрочем, как и в любой полномасштабной войне, как и это и раньше было, границы перестают существовать. Границы перестают существовать, остается только что линия фронта. Продолжение следует...